красный нос дед мороз всем привет мы отправились на выставку роботов к нам город приехала выставка роботов кто-то там сидит мой вам тоже машет кто-то написал что ребенок же не тоже здоровается с вами молча так помахал кто-то писал что ребенок на переднем сиденье ну ребят мы физически не влезаем если сюда еще поставить автокресло мы не влезаем потому что у нас здесь шума дня на спит донатином микроболос за донатином поэтому мы сидим здесь так не знаю аня говорит ни разу в жизни не видела роботов съедем посмотрим не знаю что там будет но обещают и тесла шоу и передвижение предметов с помощью мысли и управление дронами и в общем около 40 роботов еще что забывает о каждые каждый влог забываю рассказать историю про наше письмо до этого у нас выходили в логе где девчонки ходили на почту и относили письмо дедушке морозу так вот в общем они его кинули на следующий день звонок с рамы спали еще пришла к нам женщина почтальон я открываю и она мне так продают подает эти два письма протягивает и говорит вы чё а как вы собрались чтобы ваши письма то ушли маркет они наклеены я говорю вот так здрасте миллион лет не отправляла почту только электронные письма такие вот уже много-много лет тоже не отправляли поэтому она говорит надо заплатить 24 рубля или 44 рубля в общем у меня не было я дала 45 ну давайте так условно возьмем 45 рублей рубль надо было сдачи нам отдать и я сказала я кру ладно не давайте нам не надо сдачу ну то есть она сама от себя хотела наклеить марки говорит вы мне если доверяете то и можете или сами пойти на почту или я наклею вам марки я круто конечно доверяю у нас видели же почта какая маленькая мы все друг друга тут практически знаем поэтому вот доверилась и я кру ладно все сдачи не надо и в общем она забрала эти письма ушла и через пару дней же не вышел опять ксюшу по моему или куда-то ну в общем куда-то поехал и конвертик в двери дома покажу этот конверт еще специально оставила же не будут снял вышла у нас конверт в двери она еще и рубль принесла вот представляете насколько ответственная работница почты принесла детские письма чтобы наклеить на них марки и потом еще с этим рублем шла к нам чтобы вернуть нам сдачу вот такие у нас работники все так печально в почте россии то да да не всегда так что у нас на нашей как сказать на нашей деревенской почте работники очень ответственные за что им большое спасибо я пярдушка козе все здесь интересно смотри яркие девчонки ждут я так и покажу эти какая очередь 390 детский билет стоит и 490 взрослый плюс сам порисовать 3d ручку и дополнительность потом нарисовать голограммы тоже какие-то денежки платить мы стоим раз уже приехали и на роботов пришла смотреть на воду пришла смотреть ты же уже устала нам сейчас очереди то полет дома пришли почти рядом были еще куда смотрите в конец конца экране видно нам сделали скидку все 980 рублей кто-то там вставили билетики общем нам дали детский спадный билет ну что заходим а не ближе то нет вот еще видите мы можем выйти покушать куда-то вставить и снова вернулся иди подходи смотри что это кубер что он делает полностью собирают меньше чем за 3 минуты сейчас он сканирует все цвета возле чего придумаем как его собирать и начинаем собирать даже марианку смотрит ей интересно ну да я не могу на марсе а ты как блин ищешь А ты как блин ищешь хочешь поправить в тебя молодец ты можешь нажать любую кнопочку которую видишь на видео он будет делать как будто захочешь и у нас все как и у нас и у нас вот он ой Голова у них на магнитах, так что если она отпадет, ничего страшного не произойдет. Она как раз по тебя. Я за чемпион с Майфрин. Подведите, кто пойдет в пузырь, же мне тут хорошо рядом с вами. Как тебя зовут? Меня зовут Электроник. Я сегодня тут работаю. Как ваше дело? Отлично. Ты прав. Ты прав. Ты прав. Вот так вот. Ты какой мой мамочка. У него глаза кружилась. Если бы на бок положить, он ругается. Ой. Подними, говорит меня, подними. Да, так он сам встать не сможет, а уже из таких ходоположений он может вообще сразу перевернуть и встать. Опа. Да ладно. Забавный какой, да? Он может долго заниматься тем, что сканирует лица. Он что, и лица сканирует? Да, он сканирует лица, запоминает свои планеты, может произносить их имена при распознавании. Имена вводят через приложение. Также он распознает мордочки котов, мяукает, когда их видит. Он видит еще и в темноте. У него инфракрасное зрение. Но он не работает. Не работает. Я говорю, он изряд. Ой, что он делает? Для надавания. Можно его как попросить сделать что-нибудь через приложение, например, наставить кубик на кубик. Также он сам ездит, поет, чихает, передвигает, переворачивает кубики. О, так ты давай, смотри, уже кубики-то, строй нам что-нибудь. Он сам умеет строить башню из двух кубиков. Поэтому, если кто-то построит башню из трех, то он будет ругаться, эту башню можно вставать. Давай-давай. Он прогорает, он поднимает, будет вот подъезжим. Вот. Многие спрашивают, он думает, что это магнитик, что может он магнитами так ровно вставит. Но это простые резиночки. Он не делает это сам. Давайте посмотрим, что он делает, если поставить три кубика. Милофункция сканирования лить основная, поэтому она на нее часто отвлекается. Эх, не получается, да? Он решил песню спеть. Работничек. Что поет, Аня? Слышишь, что он поет? Даже Марьяна смотрит. Марьяна тоже сканирует лица. Их здесь слишком много. Марьяна не узнала. Он узнал, не узнал. Иди поближе, так. Это за меня? Иди поближе, подожди. Погоди. Пошла на все время. Иди поздоровайся. Скажи ему, хеллоу. Иди, скажи. Это же здесь обычный ты. Пусть она не подпишет. Почему ее научите? У нее процесс обучения 2 года. И она может только научиться 175 команд. А как, чтобы они обнимались? Они это не делали? Да, они сами, когда имя не убралось. Ну, это достаточно продолжительное время. Он может просто вообще за храбет и уснуть. То есть там непонятно. Как обычно, мужик всегда делает. За храбетом. А у нее голова заболела. Да, за храбетом. А у нее голова заболела. А у нее голова заболела. Продолжение следует...